МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортзал площадью 450 квадратных метров появится на территории школы номер 16 в Артеме. Строители приступают к заливке пола и вскоре перейдут к внутренней отделке и прокладке инженерных сетей. Также продолжаются строительные работы по установке модульного спортзала в Находкинской школе номер 2. Там завершается монтаж сэндвич-панелей и также начинается заливка полов. Напомним, возведение модульных спортзалов и умных спортивных площадок ведется в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, на средства единой президентской дальневосточной субсидии. В этом году отделение Социального фонда России по Приморскому краю перечислит специальную социальную выплату отдельным категориям медицинских работников. Размер поддержки составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Данная мера поддержки предназначена медработникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Выплата медработникам производится автоматически на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию в отделение Социального фонда России по Приморскому краю. В реестре, помимо сведений о работнике, также указывается размер назначенной доплаты и данные, по которым она рассчитана. Специальную социальную выплату в начале года получили 9867 медработников Приморского края. Региональное отделение СВР перечислило медикам 67 078 выплат на общую сумму 499 миллионов рублей. Информацию по всем вопросам, касающимся федеральных мер социальной поддержки, можно получить по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 501. Фонд поддержки молодежных инициатив ЭРА запустил всероссийский конкурс «Экодвор». По словам организаторов конкурса, «Экодвор» – это домовое или городское мероприятие, направленное на просвещение жителей в области раздельного сбора отходов. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Победители конкурса смогут попасть на церемонию награждения Всероссийской экологической премии «Экопозитив», а также получат комплект контейнеров для раздельного сбора отходов. Присоединиться к конкурсу можно до 17 октября. Отметим, мероприятие реализуется в рамках проекта «Школа городского эко-героя», ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов. Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности стартовала во вторник, 19 сентября. Ребята из приморских школ и колледжей теперь могут прослушать лекции на тему финансов, на специальных занятиях узнать о конкретных финансовых продуктах, например, облигациях, а также изучить модуль по профориентации, который познакомит с профессиями финансиста, бизнес-аналитика и педагога. В расписание осенней сессии включены занятия по более чем 20 темам. Лекции читают представители крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. Онлайн-уроки по финансовой грамотности для учащихся школ и колледжей Банк России проводит с 2015 года. Они являются хорошим подспорьем и для учителей, и для ребят. Особенно актуальны такие уроки сейчас, когда элементы финансовой грамотности стали обязательной частью школьной программы, а тематические вопросы включены в ОГЭ и ЕГЭ. В весенней сессии онлайн-уроков приняли участие 211 учебных заведений. В конце сентября начнутся занятия по финансовой грамотности также для старшего поколения. Напомним, в Приморье ведется масштабная работа по повышению финансовой грамотности населения. Особый упор сделан на просвещение самых уязвимых категорий – молодежи и людей пожилого возраста. Артемовские ТОСы приступили к реализации своих проектов. Подготовительные земляные работы идут полным ходом уже на шести объектах. Так, на улице Полевая, 21, готовится основание для установки новой детской площадки. По проекту «Мечта-реальность» – ТОС Амурская. На улице Любы Шевцовой также специалисты готовят основания для будущей детской площадки по проекту ТОС «Озерки». По остальным проектам работы также начнутся в ближайшее время. Все 14 проектов победителей будут реализованы в Артеме к ноябрю. Напомним, в краевом конкурсе одержали победу и получили деньги на реализацию 14 проектов ТОСов и инициативных жителей Артема. Помощь в подготовке заявок оказал городской ресурсный центр. Теперь за счет краевого финансирования при поддержке администрации Артема горожане смогут установить детские и спортивные площадки на своих территориях, провести освещение улиц, благоустроить сквер, сделать тротуары и дороги в частном секторе. Конкурс реализуется при поддержке губернатора Приморского края. В этом году финансирование по программе ТОС увеличено в два раза. Чтобы организовать ТОС, необходимо обратиться в отдел по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа. Телефон 4-36-54. Артемовцев приглашают присоединиться к программе «Человек-идущий». Общероссийский проект «Повышение физической активности» призвал мотивировать людей среднего и старшего возраста к повышению ежедневной двигательной активности. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек-идущий» для подсчета шагов. Соревнования проводятся в два этапа. Предварительный этап – 26 сентября по 10 октября. Основной этап – в период с 15 октября по 15 ноября. С порядком проведения соревнований можно ознакомиться на сайте программы.